Если хотите попробовать, что ели ковбои Дикого Запада, то приготовьте настоящее, аутентичное техасское, я бы даже сказал, ковбойское рагу. Отличное согревающее блюдо для осени, для большой компании. Ребята, привет! Ну вот, наступила осень, и пришло время для рецептов в казане. И, кстати, для рецептов таких согревающих. Я люблю осенью что-нибудь такое согревающее приготовить, поэтому сегодня мы готовим техасское рагу. Причем это будет очень близкое к аутентичному варианту, я бы даже сказал, ковбойское рагу. Эта рагу готовится с говядиной и готовится из очень простых ингредиентов. Но там, собственно, суть аутентичности в том, что эти ингредиенты ковбои брали с собой в своем фургончике. У них же там не было ни холодильников, ничего. И поэтому ингредиенты такие, которые долго не портятся. Ну, за исключением мяса. Но поскольку они ковбои и вокруг бычки и коровы, то говядина у них была всегда. Кстати, когда я первый раз готовил этот рецепт, когда вообще прочитал его, я подумал, насколько рецепт похож на нашу тушеную картошку с мясом. Действительно очень похож, но вкус, ребята, абсолютно другой. То есть это прям совершенно другое блюдо, хотя, казалось бы, очень похожая составляющая. Ну, понятное дело, что ковбои готовили это все в таких чугунках над горящим пламенем. А я сегодня буду готовить на угольном гриле, ребят. И буду готовить в 10-литровом казане. Но, кстати, этот рецепт, он подойдет не только для угольного гриля. Он еще и будет хорош для газового гриля вполне. И, может быть, там любители казанов, у которых есть там чак или там газовая горелка, смогут приготовить его и без гриля вовсе. Но поскольку я готовлю сегодня на гриле, то я воспользуюсь его преимуществом и подкопчу мясо, чтобы обогатить вкус конечного блюда. Рецепт, кстати, один из моих любимых, потому что начинается он с розжига гриля. Но сначала я вам покажу ингредиенты. Смотрите, что у меня здесь есть. У меня здесь говяжья шейка. Она весом 1,7 килограмма куплена на рынке. На самом деле для этого рецепта нужно 1,5 килограмма говядины. Шейка здесь подходит идеально. Но здесь, видите, у меня мясник оставил косточку. Я ее вырежу, и у меня как раз будет там примерно 1,5 килограмма. Еще нам будут нужны растительное масло, соль, черный перец, зира, непременный атрибут техасских блюд, орегано, то же самое, текс-мекс, копченая паприка и половина чайной ложки хлопьев чили. Теперь здесь хочется немножко подробнее рассказать. На самом деле в аутентичном рецепте используются сушеные халапени или паблана. Но мы сделаем такую смесь. Я буду использовать копченую паприку и немножко хлопьев чили. Еще один момент хочу сказать. Я взял только половину чайной ложки чили, а вообще в аутентичном рецепте там примерно где-то 2 столовых ложки нужно использовать. Но я готовил так, и это даже для меня было остро. Но вообще, если желаете, можете рискнуть и добавьте побольше чили. Следующий ингредиент, это же, конечно же, виски. На самом деле бурбон. И овощные компоненты. Значит, нам нужно будет полтора килограмма картофеля, 2 таких среднекрупных моркови, 2-3 среднего размера луковицы, 5-6 зубчиков чеснока. У меня, правда, такой вот крупный чеснок сегодня. Банка кукурузы сладкой. И кукурузная мука. И дополнительное оборудование. Оно сегодня тоже очень простое. У меня здесь 10-литровый казан чугунный. Он, кстати, достаточно как раз емкости для этого блюда. Лотки для угля, грильбаза. Они здесь очень нам пригодятся. И две чурочки дубовых дров, на которых мы подкоптим мясо. Если у вас нет дубовых дровишек, можете использовать щепул или другие дрова других пород. Но здесь надо что-нибудь такое помощнее. Потому что там-то они использовали гикорь, мискит. Но дуб на случай очень хорошо подходит. Можно, наверное, заменить на вишню. Все, можно уже разжигать гриль. И, кстати, еще один важный момент. Нам нужна будет еще решетка для казана. Вот такая вот. Да, и два слова, ребята, про температурный режим. Ну, он сегодня у нас такой комбинированный будет. Нам нужен будет, с одной стороны, средний жар прямой. С другой стороны, тоже прямой, но такой слабый жар. Для того, чтобы мы тушили мясо, так сказать, на медленном огне. Вот я вам, кстати, сегодня еще покажу одну методику, как можно жар регулировать для тушения как раз. Чтобы он идеальный был. А готовлю я сегодня на угольных брикетах. Для организации такого режима нам нужно примерно где-то половина, чуть больше половины стартера брикетов. Возвращаю обратно. Здесь прям очень нужен. Без него не получится. Ну, а пока разгорается стартер, мы успеем приготовить мясную часть. Занимаемся сразу мясом. Мясо, ну, смотрите, вообще на самом деле, здесь все приготовление, оно такое довольно грубое. Вот, соответственно, и мясо. Представьте, как это все делалось в походных условиях, там, в Чаквагоне. Вот такими кусками нарезаем мясо все. Мясо режем чуть крупнее, чем на шашлык, да, вот такими вот кусочками. Блюдо такое, ребята, такое мужское, поэтому здесь все по-мужски. То есть без каких-то там тонкостей, нюансов. В основном все делается грубо. И куски, соответственно, у нас грубые. Но получается очень вкусная вещь. Вот, кстати, косточка. Вот я ее вырезал. К мясу добавляем примерно одну столовую ложку растительного масла. Еще к мясу добавляем одну чайную ложку соли. И половину чайной ложки перца. И просто все перемешиваем, чтобы у нас все распределилось равномерно по мясу. После этого даем мясу немножко постоять, чтобы оно у нас помариновалось, пока разгорается гриль. Когда огонь разгорелся, засыпаем его в лотки равномерно. Лотки устанавливаем по центру. Так, где он и сказан будет находиться. Устанавливаем решетку, закрываем крышку. Заслонки открываем полностью. И верхние на полную. И нижняя тоже должна быть на полную. И даем грилю погреться буквально 4-5 минут, чтобы у нас просто решетка нагрелась и крышка. И еще напоминаю, что если у вас вдруг по какой-то причине нет лотков, то можно использовать в данном рецепте конфигурацию иллюминатора. То есть уголь высыпать по центру решетки, расположить его. Единственное, что там немножко по-другому будет приготовление с температурным режимом. Потому что лотки дают, кроме всего прочего, еще и достаточно такой концентрированный жар, направленный. Но в принципе можно и на иллюминаторе приготовить. Когда гриль нагреется, все, можно выкладывать мясо. Мясо выкладываем по окружности и так рассчитываем, чтобы у нас все влезло. Все кусочки. Потом сразу закладываем дрова. Дровишки для копчения прямо над горящими углями. Закрываем крышку. И в таком режиме коптим 30 минут. Можно таймер поставить. Через 25 минут можно заглянуть, как они там поживают. О, какой вид шикарный. Подкоптились они прямо прекрасно выглядят. Но этот аппетит разогревается при одном только взгляде на это мясо. Теперь просто ставим казан, чтобы он погрелся у нас немножко. И ждем, когда закончится 30 минут. А за это время подготовим лук. Лук нарезаем вот так вот крупными сегментами. Вот прям так крупненько. Ну вот, 30 минут закончились. Можно обжаривать лук. Добавляем в казан 3 столовых ложки растительного масла. И отправляем туда весь лук. Лук обжариваем до такой степени, чтобы он не сильно сварился, поджарился, а так чуть-чуть слегка подзолотился. Важный момент. Нужно будет подготовить кипяток, чтобы к моменту, когда мы будем закладывать мясо, у нас уже была горячая вода. Ну, а пока есть время, сделаем пряную смесь. В удобную емкость добавляем 3 чайных ложки зиры. Зиры молотые, ребята, нам молотая зира нужна. Туда же отправляем 2 чайных ложки орегано. Душица. Половину чайной ложки хлопья в чили. 1 чайную ложку копченой паприки, можно с горкой. И 1,5 чайных ложки соли. Вот такая вот техасская пряная смесь. Все, готово. И теперь так же, как и лук, достаточно грубо, рубим чесночок. Чеснок здесь уходит весь. Как там наш лук? О, отлично. Ну вот, смотрите, вот он начал золотиться, и уже нормально. Этого достаточно. Добавляем сюда пряную смесь. И весь чеснок. Теперь слегка это все дело обжариваем. На самом деле даже не обжариваем, мы перемешиваем скорее. И все, и уже... О, ну какие ароматы! Я уже не могу... Уже вон коты собрались. Вот, и после того, как перемешали, можно уже закладывать мясо. Да, надо посмотреть, чтобы не забыли никакой кусочек. Вот, например, как этот. Ну, вроде все. Все перемешиваем. И добавляем еще один ароматический ингредиент. И это будет виски. Можно было бы налить на глаз, но виски продукт такой стратегически ценный. Вот, его нужно нам всего 100 миллилитров здесь. А теперь пошел кипяток. Ребят, сразу говорю, это должен быть именно кипяток. Вода должна быть очень горячая. Вот, заливаем кипяток так, чтобы он слегка покрыл мясо. Вот этого достаточно. Тут примерно где-то уходит около 700-800 миллилитров воды. О, как же это все вкусно пахнет. Я вам передать просто не могу. Надеюсь, видео передает. Хотя бы по внешнему виду. Все. Теперь убеждаемся, что у нас есть кипение. Закрываем крышку казана. Закрываем крышку гриля. И вот теперь переводим гриль на режим такого слабого-слабого кипения. Делается это просто на СНСе. Соответственно, закрываем нижнюю заслонку. Открываем отверстие для копчения полностью. Верхнюю заслонку можно оставить полностью открытой. Сейчас в котел будет поступать достаточно мало воздуха. И, соответственно, горение угля будет очень слабым. И у нас будет такое легенькое-легенькое кипение. Там где-то будет в районе 120-135 градусов. И готовим мясо в таком режиме ровно 45 минут. Прямо по таймеру. И где-то примерно через минут 30 нужно будет подготовить овощи. Картошку, морковку. У нас как раз осталось примерно где-то 8 минут. Достаточно времени для того, чтобы подготовить овощи. Я их уже почистил. Хотя, кстати, ковбои, разумеется, картошку не чистили. Морковку нарезаем просто такими грубыми кружками. Где-то по сантиметру примерно. А картошку нарезаем такими же примерно крупными сегментами, как мясо. Чтобы у нас кусочки соответствовали мясным. Все, с овощами покончено. Ждем таймер. И я пойду поставлю кипяток. Вот как раз уже и таймер. Ну что, проведаем наше мясо. О, вообще аппетитно. Немножко взбадриваем мяско. Получается прям настоящая вкуснятина. Теперь сюда засыпаю все овощи. И перемешиваю. Так, чтобы у нас овощи немножко погрузились. И сразу пошел кипяток. Воды нам нужно добавить так же, как в первый раз. Так, чтобы оно слегка покрывало верхние кусочки. Картофель, мясо. Уходит где-то примерно один литр. Теперь закрываем крышку казана. И крышку гриля. А теперь нужно его довести до кипения. Поэтому я делаю что? Я открываю нижнюю заслонку наполненную. И ждем, когда у нас закипит все в казане. Вот, ориентируемся по звуку. Будет хорошо слышно, когда начнется кипение. Все, кипит. Ну, где-то примерно минуты 4, наверное, прошло. Вот, теперь закрываем нижнюю заслонку полностью. Отверстие для копчения оставляем открытым. И ставим таймер на 30 минут. Время уже подходит. Сделаем загуститель. Я налил в емкость 2 столовых ложки холодной воды. И добавляю туда также 2 столовых ложки без горки кукурузной муки. Теперь все это замешиваем. Тут, кстати, важный момент, ребята, вода должна быть холодной. Иначе она скомкуется просто мука. А так она сейчас у нас такой взвесью будет гомогенной. Ну, вот такой простой загуститель. Это последний, самый последний этап. Сейчас посмотрим, как у нас там все это выглядит. Ну, не красота ли, а? Теперь просто вливаем туда наш загуститель. Отправляем туда же всю кукурузу. Я ее слил, кстати. И перемешиваем. Ну, теперь закрываем крышку. И доводим до кипения. Здесь, в данном случае, у нас, имейте в виду, что топливо уже немножко ослабло. Поэтому я открываю нижнюю заслонку полностью. И как только она закипит, 5 минут держим. Этого достаточно, чтобы просто погреть кукурузу. И все, можно подавать к столу. Ну, все, она 5 минут покипела. Достаточно, чтобы погреться просто. Ох! Ну, и добавлю еще зеленочки для красоты, для цвета. У меня, кстати, сейчас сегодня здесь петрушка. А вообще, лучше бы, конечно, кинзу. Потому что кинза прям техаско-мексиканская тема. Блюдо снимаем и прям в казане подаем к столу. Я еще хотел показать вам, ребята, сколько у нас угля осталось. Посмотрите. Отработал он больше двух часов. Где-то там 2 часа 20, 2 часа 30 минут. То есть, это вот одна закладка, половина стартера, чуть больше половины. То есть, вот такое вот томление на слабом жаре, оно бы отработало примерно часа 4. И это всего-навсего на половине стартера брикетов. Ну, а подавать это рагу лучше в какой-нибудь глубокой посуде. Так, чтобы можно было еще и подливочку туда же добавить. И чуть-чуть еще зеленочки. Пожалуйста, приятного аппетита. Ну, едят его, естественно, ложками. Сейчас попробуем картошечку. О, да, она совсем мягкая. Очень ароматно. Очень прям. Такой прям аромат, знаете, согревающий сам по себе уже. А подливочка, она просто восхитительная, ребята, неповторимая. Ни на что не похоже. Это очень вкусно. Тут и, знаете, так и смешиваются ароматы говядины, пряностей. О, прям прелесть вообще. О, нет ничего лучше, наверное, такими холодными осенними деньгами. Ну, и отдельно я хочу вам показать, что мясо, посмотрите, оно прям буквально ложкой разбирается. То есть оно сохраняет, с одной стороны, свою форму, а с другой стороны, оно очень-очень мягкое. Прекрасная, вкуснейшая тушеная говядина. Кстати, еще хотел отдельно заострить ваше внимание на том, что здесь кукуруза. Она прям играет отлично, потому что она дает текстуру, она похрустывает, и плюс еще сластинку. Меня еще просят показать, как сварилась морковка, как она стушилась. Ну, она точно так же. Чуть-чуть более плотная, чем картошка. Полностью приготовленная. Очень вкусная. И, кстати, тоже добавляет сластинку. Прям замечательный букет вкусов и ароматов. По поводу остроты еще буквально два слова. Для меня эта острота достаточно слабая. Хотя у нас тут съемочная группа уже попробовала, и говорят, типа, ну, так остренько чувствуется. Имейте в виду, что я добавил всего половину чайной ложки хлопьев чили. То есть регулируйте в зависимости от этого. Честно говоря, на мой вкус лучше бы одну чайную ложку. И советы, рекомендации по приготовлению на других типах грилей. Как я сказал, можно сделать это блюдо на газовом гриле. Но имейте в виду, что нам нужно режим поддерживать. Особенно, когда мясо томится, когда блюдо само по себе томится. Где-то примерно порядка 140-150 градусов, чтобы у вас было не выше в гриле. Чтобы не было бурного кипения. Чтобы кипение было такое, ну, слабенькое. И характерный признак правильного приготовления – это такой легкий-легкий пар, который поднимается. Ну, вы увидели у нас в кадре. И обратите внимание, что блюдо очень большое. То есть, ну, здесь, наверное, где-то человек 5-6, наверное, точно можно накормить. Так спокойно, причем еще, наверное, с добавкой получится. Очень рекомендуем вам, коллеги, приготовить это замечательное техасское рагу. Осенью в какой-нибудь прохладный денек для того, чтобы согреться. Ну, а мы с вами прощаемся до следующих выпусков. Всем вам пока и ароматного барбекю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok